Играет музыка По нам очень родной программе в нашем университете Благодаря Марине Ефимовне мы как раз имеем возможность сотрудничать с вашим университетом Марина Ефимовна активно занимается дистанционными технологиями Вот это ваша программа, именно такая оригинальная разработка Как называется магистрская? Электронные образовательные технологии Электронные образовательные технологии Это как раз подготовка специалистов для организации выстраивания систем дистанционного обучения Не только дистанционного обучения Мы этим уже много лет занимаемся И естественно имеется определенный опыт И понимаем насколько сегодня нужны специалисты в этом направлении Когда Марина Ефимовна предложила провести некоторые учебные занятия по этой проблеме У меня возникла идея, что расширит наш круг Что не только магистры, но неоднократно к нам обращались наши партнеры, друзья Которые интересуются проблемой дистанционного образования И мы разослали информацию для всех желающих И у нас записалось 152 человека Вот, и очень много из разных регионов Вот Софья побила рекорды вебинаром Там 300 с лишним записалось, да, Софья? Нет, это на курс На курс На курс Не на вебинар Не на вебинар На курс На курс, да? Вот Давайте, может быть, извините, Марсу Я все еще не вижу Вот И мы разослали И очень много записалось Именно вот сейчас на дистанционное обучение 152 И очень много из регионов Людей И очень это отвратно Потому что есть возможность поделиться собственным опытом То, что мы будем обсуждать Это строится на основе конкретного опыта Нередко бывает так, что дистанционным рассказывают профессора Которые не ведут дистанционного обучения Один умный человек сказал, что между теорией и практикой В теории нет разницы А вот на практике есть очень существенная разница И говорит о дистанционном обучении по книжкам По каким-то статьям Это очень проблематично Мы этим занимаемся давно И я сразу скажу Если бы знал, куда я вхожу Я бы отказался этим заниматься Насколько это нелегко Насколько это тяжело Я как декан дистанционного обучения Завидую другим деканам факультетов очных отделений Которые что делают? Книжки скупили, наняли преподавателей Составили расписание И процесс идет И декан часто студента вообще не видит в свои глаза На курсе по педагогике Когда читаю я для очного отделения Вначале делают такую мини-контрольную работу 5-7 минут Для того, чтобы получить обратную связь Допустим, если бы я был деканом И узнать, кто присутствует на занятии Потом я собираю, знаю, кто присутствует И какие-то мысли И было у меня задание Если бы я был деканом Поднимает руку два студента И говорит, мы не можем ответить Я говорю, это что, суперсложная задача? Если бы я был деканом, то Они говорят Я говорю, а вы что, не знаете, кто такой декан? Говорит, вы знаете, полтора года тому назад Нам вручали зачетки И студенческие Вот тогда я видел декан А больше я не видел декан Это на дневном отделении При дистанционном варианте обучения Это совершенно другая ситуация И это совершенно другой вариант обучения И я хочу, как бы, на наших встречах Поделиться этим опытом У нас предусмотрены встречи Две типа лекционы Семнарки, как сегодня С трансляцией И через неделю А потом вебинары Три интернет-конференции Но это будут в нашем формате В том формате, в котором мы Работаем с нашими студентами Я больше Разбираюсь в проблемах высшего образования Мне более близки эти проблемы А в уровне школьного Я надеюсь, если это будет подниматься Так как я посмотрел Много записалось Людей именно из уровня школьного образования Здесь будем просить Рассказывать, может быть, подключиться Наших коллег И в виде вебинаров Мы туда эту тему коснемся Потому что Софья работает в школе И вы имеете лучшее представление На уровне обучения детей с инвалидностью На уровне обычной школы Там я не работал Мне трудно Говорит о применении На уровне высшего образования Мы уже занимаемся Больше 10 лет Поэтому я буду рассказывать Больше о высшем образовании И дистанционном варианте Высшего образования А наши коллеги Попрошу, кто согласится Мы тогда проведем отдельные занятия На уровне школьного Потому что записалось Очень много Как я уже сказал Из разных школ И уровней школьного образования Сперва Несколько важных вещей Которые мне хотел сразу Сказать Обозначить Свою позицию Свою позицию И потом уже Так, сейчас Сразу хочу сказать Что есть фанатики Традиционного обучения И есть фанатики Дистанционного обучения Есть фанатики Дистанционного обучения Которые Им снится Что все дистанционное обучение Будет Все обучение Будет дистанционным Это, как правило, те люди, которые не прикасались к дистанционному обучению и имеют мало опыта вообще в дистанционном образовании. Есть фанатики, и в этом вузе их большинство, традиционного варианта обучения. Традиционное обучение, чем дальше я смотрю на сегодня, что происходит, тем больше я вижу, что мне традиционное обучение, кажется, ведет в определенный тупик. Чем не удовлетворяет сегодня традиционное обучение? Я скажу собственное мнение. Сегодня, у меня там есть интересный слайд, я попробую этот слайд. Вот этот. Как вы проанализировали этот рисунок? Ну, какие ваши мысли? У нас в голову вложили ученику много информации. А как их пользоваться и научили? Я вижу поиск. Ну, то есть, познаний много, а применить на практике? Так, хорошо, давайте посмотрим, кто на лесенке здесь стоит? Человек. Человек, понятно. Какой человек? Не определенный. Наверное, мужчина. Взрослый или юношный. Не в этом плане. Если смотреть педагога учащегося. Прости. Стоит, скорее, педагог. Педагоги, вот смотрите, условно, голова человека, как большой склад, разделен ячейки на разные предметы, физика, химия, математика и так далее. И каждый педагог считает, что его миссия заполнит как можно больше каждую ячейку, как можно больше знаний. Придет ЕГЭ, придут тесты, начнут измерять, насколько плотно заполнена эта ячейка. С помощью контрольно-измерительных средств, которые применяются в ЕГЭ именно, и пытаются проверить, заполнят эти ячейки. И каждый педагог считает своей миссией, как можно больше туда уложить. Правильно? Потому что и средства контроля направлены на то, чтобы проверять наполненность этих ячейок. Это в школе. То же самое и в УЗЕ происходит. В УЗЕ что происходит сейчас? Централизм. Тестирование. Да, там, при аккредитации, аттестации учитываются, как выполняют студенты тесты. Я не говорю, что сейчас эти тесты, которые созданы на федеральном уровне, они некачественны. Но с помощью тестов начинают проверять качество усвоения знаний. Кроме этого, каждый семейст наши студенты проходят опять тестирование. И если студенты плохо ответили на тесты, то критикуют преподавателя, критикуют деканат и тому подобное. То есть главное сегодня в учебном процессе, что миссия педагога наполнит эти ячейки как можно большей совокупностью знаний. Хорошо. Кого можно поставить сюда на эту лестницу другого? Самого ребенка, самого учащегося. Как вы считаете, какая миссия образования вообще по большому счету? Как вы определили, в чем суть тогда образования? Какое назначение образования? То есть, как один из вариантов, научить учиться. Самостоятельно добывать знания. Самостоятельно добывать знания. Строить что? Это уже как частные, да, там, межпредметные связи строить. Какие другие версии? Как вы трактуете, какое назначение? Допустим, вот я, как педагог, должен видеть, какое вот мое предназначение, по большому счету. Дать как можно больше знаний? Свою ячейку наполнить как можно большей совокупностью информации? Попытаться на все случаи жизни туда впихнуть как можно больше информации? Вряд ли. От этого начинается, начинает тошнит. Любое насилие, естественно, интеллектуальное насилие, информационное насилие вызывает негативную реакцию. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что научить на все случаи жизни это невозможно. В советское время, когда там была какая-то административная, командная, да, когда мы, система, как бы, да, это еще более-менее, может, как-то и подходило. Как только начинают развиваться рыночные отношения, конкуренция, то уже вот этот знаниевый подход, как можно больше наполнит, он уже явно устаревает. И возникает главная задача, какая? Формирование потребностей и способностей в самообразовании, самовоспитании, саморазвитии. Прекрасные слова, что нужно побудить к деятельности, как факел зажечь, да? Это показывает, что главное не стараться, вот смотрите, в традиционной педагогике превалирует педагогика принуждением, а не педагогика пробуждением. Сегодня, сегодня мы живем в таких условиях, когда форма превалирует над содержанием вообще. Когда административные командные рычаги управления очень активно развиваются. И вот то, что мы сейчас говорим о том, что потребности в саморазвитии, самообразовании и формировании способностей к самообразованию, сегодня, к сожалению, в сегодняшних вот этих условиях становится очень проблематичным. А по большому счету, я как педагог, я считаю, что главная миссия, это побудить человека к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию и научить это делать. Ведь смотрите, если человек направлен на это, то его мозг работает совершенно по-другому. Человек, который работает по педагогике принуждения, он постоянно сопротивляется. Студент, который не мотивирован на учебу, он ищет тысячу одну причину, чтобы не делать, чтобы объяснить, что у него не было времени, он не нашел книгу, он не нашел там возможности и так далее. Когда пишут курсовые работы, мы с этим сталкиваемся, мы говорим, если вы хотите написать курсовую работу, не мучиться с курсовой, вы должны полюбить тему. Тема должна быть для вас актуальной, не просто с потолка. То есть, да, эта задача очень сложная для выполнения. Но я считаю, что если у человека будет потребно самообразование, саморазвитие, то все остальное производное. Он найдет нужных людей, он найдет нужные источники, он найдет нужных педагогов. Если этого не будет, то методом принуждения мы ничего не сделаем. Вот в этих аудиториях половину студентов надо выгонять. Точно. Когда я читаю лекцию, я вижу, вот в первой ряды, как говорит проректор высшей школы экономики, Любима, он говорит, я могу работать с первыми рядами. Все остальное, это очень проблематично. Когда одного студента, который пять раз мне сдавал при педагоге зачет и спросил, вам что, это вообще не нужно? Даже казалось, вот вы должны анализировать себя. Он говорит, вы знаете, я не буду работать с психологом. Мои родители хотят, чтобы я получил высшее образование. Мне это не особенно хочется, я не буду работать с психологом. И не исключение, что на основе ЕГЭ, когда поступают, очень много поступают, либо поступить. Они по склонностям и интересам. И то, что происходит сейчас в высшем образовании, в дневном отделении, вот я говорю, я как преподаватель часто испытываю аллергию к тому, что происходит. Другое, что, к сожалению, сегодня условия такие жизни, которые нередко ставят именно в такую позицию педагога и учебное заведение и тому подобное. Самое важное, это научить учиться. Самому находить, вот на эту лестницу поставить студента, учащегося. Научить самому искать информацию. Сегодня идея непрерывности образования является ведущей. Когда я учился в университете, я понимал, у меня было как бы такое представление. Я получаю образование на всю оставшуюся жизнь. Я закончил университет в 1984 году, в советское время. И было представление, что я получил, как бы дальше могу спокойно, долгое время работать без особого самосовершенствия. В 90-х годах, когда начали формироваться зачатки рыночных отношений, и стало возможно где-то зарабатывать, работать во многих организациях, и мы начали понимать, что мы на рынке труда продаем свои способности. И я начал понимать, нет, это вот сейчас надо сидеть и вкалывать, мозги развивать. На рынке труда я продаю свои способности. И от качества моих способностей зависит, кто-то будет их покупать или не будет покупать. Если способности будут высокого качества, то найдется покупатель этих способностей. Я тогда буду думать, а куда дороже продать свои способности. И в 90-е годы, когда начали формироваться рыночные отношения, когда стало возможным, многие умные люди, которые работают в интеллектуальной сфере, начали понимать, что надо тихо, громко не кричать, объявления не писать, а заниматься интеллектуальным развитием, осваивать новые технологии, новые подходы и так далее. То есть мы начали понимать образование через всю оставшуюся жизнь. Любая остановка для делового человека – это смерть. И кто сегодня плачет, что у нас нет работы, я часто говорю, работа есть, но не хватает хороших специалистов. Вот. Если хороший специалист, он как стоматолог, правильно? Вы пошли к стоматологу, вам оказали качественные услуги, вы пришли, всем рассказали. Все побежали к этому стоматологу. Сейчас какое-то время у него огромная очередь. Если он качественно оказал услуги, так и мы, если качественно окажем интеллектуальные услуги, то раньше или позже это заметят, начнут ценить, и есть вариант, что действительно мы сможем свои услуги продавать, а жить дороже. Наверное, об этом надо говорить, это надо озвучивать, про это надо обсуждать. Со студентами никто этого не обсуждает. Я когда читаю педагоги, у меня есть повод с ними об этом размышлять, об этом говорить. Я калерку спрашиваю, вы чего приперлись сюда? Встаньте, уходите. У вас своя жизнь, у нас своя жизнь. Вы пришли, чтобы отметиться только. Вам зачем нужно здесь сидеть, если вы не понимаете, чем заниматься? Вы пришли на лекцию, вы занимаетесь, журналы читаете между собой, смс посылаете. Так уходите отсюда. Вот. Но со студентами не принято обсуждать эти проблемы. Почему я про это делаю разговор? Дело в том, что идея непрерывности требует качественно других технологий, методик. Если мы в центре внимания поставим самообразование, саморазвитие, то нужны другие подходы к образованию. Административно-командные подходы, которые превалируют сейчас, они в последние годы усиливаются, они противоречат современным подходам к образованию. Сегодня вот явно идет противоречие между тем, что творится в образовании, и те условия, которые спускаются сверху, и между мировыми тенденциями. Когда у нас был грант большой, у нас была возможность много ездить за рубежом и изучать опыт. И в свое время мы были открытым университетом Нидерландов, открытым университетом Израиля даже 34 раза. Открытым университетом Великобритании, была Юнебургский университет. И изучали зарубежный опыт. И что бросилось в глаза? Наш партнер из Германии, Нидерландовского университета, увидев, он приезжал и к нам в университет, увидев наше расписание, говорит. Брэйс Бродневец, это что за расписание? Говорю, расписание для студентов. Говорит, это у вас тюрьма? Я говорю, да нет, а что вы решетки видите? Он говорит, у вас такое желание, как можно с утра до вечера, больше держать студента в университете. У вас кто главная фигура? Студент или преподаватель? Он говорит, я по расписанию вижу, что главная фигура преподаватель. Такое ощущение, что вы хотите сделать так, чтобы преподаватель заработал как можно больше денег. Говорю, а в чем смысл? Ваши вопросы говорят, вот если вы приедете в Германию и посмотрите расписание, зайдете в Гумбольский университет, в будущем Берлине, вы не увидите этих расписаний таких. Ну, мне после этого посчастливилось несколько раз, я гулял в Гумбальдском университете. Специально ищу расписание. Нету таких больших. Я, говорит, немцы спрашивают, так может быть вы ничего и не учите? Говорят, нет, у нас образование построено по-другому. Говорю, и как? Говорят, у нас нет столько лекций. Потом мы ходили к ним на занятия, общались со студентами, изучали. То есть ситуация стоит так, говорит, у нас есть вводная лекция, где я рассказываю цели, задачи, проблемы, методы, информация, где есть. Дальше студенты идут домой, у них есть порталы. То есть есть порталы, у них есть логин и пароли, личный кабинет, они там заходят. У них есть все указано, что нужно делать, методические рекомендации, задания, написать эссе. Они пишут, делают, изучают. Дальше приходят на консультации. Индивидуальные групповые консультации. То есть не лекции, а консультации. Они должны самостоятельно изучить, прийти, спросить, и я буду консультировать. Дальше консультирую, когда проверяют работы, эссе проверяют и так далее. Я работаю с ихми текстами, с их сочинениями и так далее. Дальше заканчиваем первый модуль, переходим во второй модуль. Второй модуль тоже начинается с установочной лекции, потом консультации, может быть, еще какая-то лекция. Ну, вот такой же самое главное – это самостоятельная работа. Что происходит у нас? Глубоко уважаемый наш профессор Абухова Людмила Филипповна, специалист по возрастной психологии вообще мирового уровня. Она вынуждена ходить в аудиторию и перечитывать свой учебник, который издан уже 10 раз. И она с трибуны заново прочитывает. Но это издевательство. Это неправильно, а постойно. А студенты когда будут учиться? Немцы говорят, а ваши студенты когда учатся? Если вы не даете время для самостоятельного образования, у них должно быть время, то есть мы не умеем управлять самостоятельной работой студентов, должен другой уровень. Я не говорю о библиотечном обеспечении. Заходите в Ленинбургский университет, трехэтажная библиотека. Дальше. У вас доступ ко всем книжным фондам. Не в библиотеках бегаете, вам ищут книгу. То есть вы проходите в зал, и в зале есть указатель, вы находите. Вам нужно отселить, вы все ксероксы стоят, у вас есть своя расчетная система, карта. Вот, вы рассчитываетесь и так далее. Дальше. Вот мы изучали Кензас университет из США. Там приходишь в библиотеку, библиотека работает 24 часа в сутки. Наша библиотека в воскресенье не работает. Когда большинству может быть удобно в воскресенье прийти и работать, библиотека не работает. Вечером она закроется в 9 вечера, когда кому-то удобно, может быть, до 11 сидеть и работать. Что в США происходит? Вам, вы живете в кампусе, вам неудобно там в номере сидеть. Вы пришли в библиотеку, можете там до 5 утра работать. Это не значит, что весь персонал работает. Есть дежурные, которые следят за порядком, могут вам дать какие-то необходимые источники. Но вы, может быть, сова, однежаворная, и вам удобно работать ночью. Может быть, вы живете в комнате вдвоем, втроем, и неудобно работать, да, присутствует и так далее. То есть все сделано, чтобы человеку было удобно. Вам нужен интернет, компьютер, все там есть. Принтер есть, распечатали и так далее. Смотрите, здесь в центре внимания человек, здесь в центре внимания студент, и все крутится вокруг студента. У нас другая психология. В центре преподаватель, он главная фигура, и вокруг преподавателя все остальное. То есть это другое мировоззрение, мироощущение, по большому счету. Вот, и пока мы не научимся ценить студента, и дело так, что главная фигура – это студент. Один профессор, я фамилию не буду называть. Когда я сказал, что мы, помощники по развитию, что главная фигура – студент, он обиделся, он доктор психнаук, специалист по педагогической психологии. Он говорит, как? Чуть со стула не упал. То есть даже принять фразу, что мы, помощники по развитию, что главная фигура – студент, он не хочет понять. Он хочет понять, что он самый главный, как доктор наук и профессор. Говорю, да нет. Мы, помощники по развитию, мы должны создавать условия для оптимального развития студента. Глобальная проблема формирования мотивации к образованию. Никто с мотивацией студента сегодня практически не работает. Если он пришел в университет, часто думают, что у него с мотивацией все в порядке, с профессиональным самоопределением все в порядке. Ничего подобного. Следовательно, что если переходить к современным технологиям к обучению, к современной версии образования, к открытому образованию, к ценностям саморазвития, к самообразованию, наши традиционные технологии, которые строятся на педагоге и психологии принуждения, абсолютно этому не соответствуют. Нужны другие подходы. Нужны подходы, где студент может учиться 24 часа в сутки, где студент может учиться в любое время, особенно, когда касается людей, которые получают второе образование, где студент может получить доступ к большому количеству ресурсов, где главная фигура – это он, студент, а все остальные – это помощники по его развитию. Традиционными технологиями мы эту задачу никогда не решим. И мы видим, что сегодня возникает огромная потребность в новых подходах. И мне вот представляется, что ИКТ-технологии, современные электронные дистанционные технологии – это ответ на этот вопрос. С помощью данных технологий мы можем выстраивать совершенно по-другому систему образования. Можно сделать так, что в центре внимания будет студент. Но сразу скажу, чем больше в центре внимания студент, тем тяжелее для педагога. Чем более индивидуализированное обучение, тем оно сложнее для педагога. И для всей системы образования. Потому что службы должны работать 24 часа в сутки. Преподаватель должен работать не только, чтобы аудитория отчитала и ушел, он должен работать с текстами каждого студента. Он не должен просто читать текст, он должен развернутые рецензии писать. Бритиши рассказывают, они очень любят эссе. Рецензии на эссе чуть не больше самих рецензий. Для того, чтобы написать отзыв, рецензию на эссе, там прописана вся система критериев оценки эссе. И студент, когда пишет эссе, он имеет систему требования, а потом, когда получает рецензию, он соотносит, как бы он знает, по каким критериям. И он ищет, как бы и этот анализ должен быть сделан по этим критериям. Так представьте, если мы рефератом по диагонали посмотрели, написали, все отлично, окей и так далее, то там он потратит очень много времени для того, чтобы одну работу проанализировать и сделать достаточно тщательный анализ. Я хочу этим сказать, что сегодня, если действительно подходить не врат, если не идет вид, что одни учат, а другие учат, то, что мы сегодня видим сплошь и рядом, это обман в образовании. То, что коммерческое образование делает, это вообще издево, это открытая продажа дипломов. В образовании очень много фальша, очень много лжи. Если работать по совести, то это нужен совершенно другой подход. На основе собственного опыта работы 10 лет в дистанционном варианте, я хочу сказать, что с помощью новых технологий можно совершенно по-другому перестроить процесс. Но это очень непросто и очень сложно. Если коротко коснуться этого момента... Так, где-то я... Смотрите, если взять системный подход в педагогике, ну и в любом явлении. В педагогике, согласно системному подходу, я беру Кузьмину Нину Васильевну, из Питера. Есть цель, содержание, преподаватель, субъект считается, объект – это студент, по ее еще советской времени терминологии, и средства педагогической коммуникации. Это формы, методы, средства обучения. Цели определяют содержание. Содержание в меньшей степени, но в какой-то степени влияет на цели. Ну и так далее. То есть между этими всеми компонентами можно провести двухсторонние стрелки. Это показывает, что все элементы тесно взаимосвязаны. И так далее. То есть если мы анализируем обучение, мы должны понимать, что там цели, содержание, учитель, педагог, СПК. Но главная задача в педагогике – выяснять, как меняются другие компоненты, когда меняется один из компонентов. Внедряя новые методы обучения, дистанционные, вот мы меняем один компонент. Этот компонент требует изменения всех оставшихся компонентов. не может в системе меняться один элемент. Если происходит так, что меняется один элемент, то систему начинает выводить из равновесия. Мы начинаем ведать новые технологии подхода, но ничего остального не меняется. Требования не меняются, педагогические способности не развиваются, целевые компоненты не осмысливаются, содержание не меняется. Педагог, вот смотрите, в жизни мы видим, когда педагог начинает применять новые подходы, а здесь ничего не меняется, то результатом или его выталкивает из этой системы, или он заканчивает больницы, потому что вся система сильнее одного человека. Системный подход требует изменения всех компонентов. Внедряя дистанционные технологии, допустим, найдется энтузиаст, который будет внедрять дистанционно, но все остальное он не поменяет. Кроме того, если образование мы будем представлять как система систем, как система систем, меняется что-то в одной системе, это требует изменения на уровне других, других уровней систем, и так далее. И нередко, если изменения не происходят, эти процессы затухают, люди уходят, или они отказываются от внедрения инноваций, и это превращается вообще ему дороже, вообще он жертвует здоровьем. Сегодня это происходит и в дистанционном обучении. Кроме того, можно как бы тоже видеть, грубо говоря, несколько уровней применения дистанционных технологий. Один вариант. Когда находится энтузиазист, это локальный уровень, и он начинает свой электронный деканат, что-то там, рассылку использовать, создает ТБ-сайт, и начинает на уровне своего предмета это делать. Другой уровень. Факультет. Когда это уже, как бы, следующий, более высокий, когда на уровне факультета пытаются внедрить. И третий, когда весь вуз пытается это делать. На уровне факультета, вот это наша ситуация, мы пытаемся что-то внедрить на уровне факультета. Но ничего не меняется на уровне университета. Все остается на прежнем, также идет большое сопротивление. Месси возьмем, Пихомир, фанатик дистанционного обучения. Он очень много делает, полезет, двигает все, но он задает вистон на уровне всего университета. И все структуры вынуждены работать по этой методологии. Естественно, факультету или другому, который работает в этой парадигме, значительно проще и легче. Итак, смотрите, если один человек начнет внедрять, не исключено, что он пожертвует собственным здоровьем, и раньше или позже он откажется. Ну, окей, ситуация следующая. Создаем свой сайт, преподаватель, говорим, вы заходите туда, я как преподаватель должен загрузить материалы туда, подготовить или методический рекомендатор. Говорю, уважаемые студенты, пишите эссе. Они пишут, я должен проверять, а это в нагрузку не входит. Я говорю, давайте заведем форму и будем там писать и так далее. Писать и так далее. Это в учебной нагрузке тоже никак не входит. И получается так, что он заложник собственной инновации. Он хочет сделать как лучше, но получается в дураках, потому что его никто не поддерживает. И даже потом найдется больше противников, которые будут критиковать его и не давать ему прохода. Потому что он будоражит систему. И начнут тогда говорить, а что он такой умный-то? На уровне факультета. Это когда уже вся программа строится. Но начинает душить на уровне университета общими требованиями. То есть там не смотрят, что есть специфика дистанционного обучения. Что всю нормативно-правовую базу надо каким-то образом модифицировать и всегда какой-то раздел про дистанционное обучение. Некоторые руководители вообще не хотят слышать о дистанционном формате сдачи, зачетах. И говорят, «Это что?» Вот. Они свои плюсы, свои минусы. И по большому счету получается, что очень много перечеркнут. Получается, как вопрос на выживание. И тогда становится ситуация, когда чуть не вредно заниматься инновацией. Самое лучшее – это когда системный подход, когда на уровне всего учебного заведения это начинает ведаться. Итак, возвращаюсь я к этому по поводу достоинств и к этому слайду традиционно. Итак, есть фанатики традиционно, и я считаю, что сегодня традиционно это становится тормозящим фактором. Мне на дневном отделении точно уже учить. Мне уже плохо становится, когда я вижу безразличные мордочки студентов, которым все наплевать. Недавно одна профессорша пришла, говорит, мне очень трудно работать, я вот задала, пришла, они говорят, а вы не задали, а у нас этого не было, а мы не готовы к этому. Что не спроси, то ничего не получится. И это проблема, но мы ведь формируем, смотрите, студент, мы хотим, чтобы студент был субъектом своей жизни. он в учебе должен быть субъектом своей познавательной деятельности. Чудес в мире не бывает. Если он в учебе не является субъектом, вряд ли он будет потом субъектом профессиональной деятельности, вряд ли он что-то будет там инициировать. И так далее. Дистанционные технологии позволяют по-другому подойти к решению. И неоднократно я убеждался в том, что наилучшие результаты можно получить при оптимальном сочетании разных подходов. Есть так называемый жизненный цирк инноваций. Жизненный цирк это вид колокопразной кривой. Кривой. Вот такой. То есть возникает интерес в подъеме спад. Прекрасный пример программированного обучения в Советском Союзе. В 70-х годах на факультете психологии кафедры педагогической психологии МГУ под руководством Гальперина Талызанина Федоровны активно развивался отечественный вариант программированного обучения. Он родился в 50-х годах сперва в США на основе психологического подхода стимуляции подкрепления. Когда Россия запустила первые спутники американцы начали кричать что страна в опасности президенты начали спрашивать ученых что происходит почему Советский Союз опережает нас и говорит давайте новые технологии подходы и тогда психологи подбежали к правительству и говорит вот можно сделать на основе психологического подхода программированного обучения. тогда всплеск пошел программированное обучение в США потом это перешло к нам наши добавили к гибрифериальному подходу теорию деятельности то есть теорию деятельности и теорию управления кибернетикой сделали отечественный вариант. И в 70-х годах было огромное количество исследований я в 81-м году проходил практику в школе и помню в 81-м вот что я видел в школе где пульт преподавателя такой большой пульт на столе на столиках здесь еще какие пультики здесь там еще перфокарты что-то были ну и так далее то есть еще вот эти остатки с программирования были потом я увидел учебники мне показывали в Москве учебники по химии которые сделаны на программированном варианте и так далее но столько провели исследований столько ухаляхали и где сейчас программированное обучение нету почему так произошло потому что фанатики преувеличивали достоинства то что они родили и очень пренебрежительно относились к тому что было и что другие а ведь каждая система имеет свои плюсы и минус и заканчиваются вот таким жизненным циклом часто когда не видят минусов когда абсолютизируют достоинства и закрывают глаза или не видят или они вообще слепые и глухие и не видят недостатка сегодня есть ощущение по достоинственному обучению та же самая ситуация хотя уже как бы такая трезвость наступает вообще сперва была эйфория когда в 95 году начали говорить эти первые эксперименты затеяли про дистанционно вообще ничего не было к этому готовы я помню в одном коммерческом вузе я подрабатывал и ректорат сразу это был 95 шестой год вот мы сейчас будем открывать филиалы чуть не в деревнях мы будем учить дистанционно давайте быстро давайте все электронные свои материалы на дискетах приносите мы будем дистанционно их учить это вот точно помню еще тогда за такое понятие дистанционное обучение этим я не занимался не интересовался но такой бум было что мы будем учить вот в таком варианте это был 95 и 96 годы это как раз первое когда когда про это начали говорить вот и тогда все ой дистанционно сейчас уже начинает понимать что не все так просто что дистанционное обучение хорошо но не совсем еще то что нам хотел я как педагог вижу что наиболее наилучшие результаты можно получить если мы оптимально сочетаем достоинства других систем и этими достоинствами нивелируем негативные стороны дистанционного варианта у дистанционного обучения есть много своих минусов вот эти минусы можно компенсировать достоинствами других систем в частности традиционного обучения дистанционного обучения по классическому варианту часто предполагается что отсутствует контакт между преподавателем и студентом что все обучение можно получить дистанционно я сразу скажу это профанация в кубе нельзя стать специалистом сугубо дистанционно что я высказываю собственную точку зрения с которой можно не соглашаться вспомним кривую нормального распределения вот если посмотреть по кривой нормального распределения здесь есть 3% самых неспособных 3% 3-4 самых а здесь это 3-4 сигма вот эти 3-4 процента могут учиться полностью самостоятельно 3-4 процента не больше вот эти не смогут учиться они смогут учиться если будет очень сильная психолого педагогическая поддержка пропедивтика работа с этими людьми тогда они смогут учиться а часто вот эту группу воспринимают как эту группу из истории факультета когда не было магистерских программ и не было конкуренции мы набирали на 2-е выше 70-80-90 студентов на 2-е выше когда открыли магистерские программы все побежали на 2-го отечное образование имея никакого психологического образования представления вообще что такое психика вот побежали изучать магист 2 года одет бакалав 4 года конкурировать с этим невозможно то что там нельзя получить никакого психологического образования дураку понятно это очередная профанация вот и нельзя не имея никакого там ведь на магистерской уже идут языки изучать какие-то направления изучать это предполагается если мы магистр бакалавра готовим 4 года и не так просто из него там заложить основы да вот а здесь вообще никакого образования не имеют и он идет изучать магистратуру психологию какие-то направления психологии ну и так далее это очередная профанация российского образования и так нельзя учить это открытая продажа дипломов это не ценности качества ценность денег больше денег заработать это продажа совести не более того и нам было трудно конкурировать и когда мы отчисляли в год 70 студентов я в ужасе был я даже начал подозревать что мы некоторым сотрудникам которые курируют коммерческую программу выгодно как можно больше отчислять и меньше работать их заработная плата не коррелировала с количеством студентов я смотрел они пачками отчисляли пачками отчисляли я не мог понять что происходит почему мы теряем каждый год 70-80 студентов ну мы тогда могли позволить себе почему у нас была бюджетная программа обучения людей с инвалидностью часть расходов мы могли каким-то образом покрыть лекции совместно там семинары некоторые покрыть это и количество еще студентов было немало ну и мы как бы не были на самофинансирование если мы были на самофинансирование то мне половину сотрудников сразу уволить надо было бы и совершенно по-другому себя вести так как была финансовая подушка бюджетной программы мы могли позволить так отчислять на одно жаркое лето когда нечем было дышать помните горели и была приемная компания мы все равно сидели здесь как через туман как ежики ходили ничего не видели я задумался а надо исследовать тех студентов которых мы отчислили вот надо провести исследование разработали анкету и при тем как разосла анкету еще одна из городского педуниверситета напросила списать диссертацию именно по этой проблеме и хотел мне давно именно поизучать что такое происходит ну давайте это будет ваша тема диссертационного исследования это будет интересно именно вообще в образовании надо больше изучать те проблемы с которыми сталкиваются студенты изучать отчисленных студентов это очень интересное дело чтобы понять те ошибки которые происходят у нас студентов и так далее ну я перед тем как пошла анкету я им звоню говорю Мария Петровна извините что у нас дружба не состояла может быть мы были где-то виноваты может быть вы чего-то не ушли можете ли ответить анкету да вот ну и в конце говорю все-таки можете сказать что случилось почему вы не смогли учиться ну и многие с ней говорили первое дистанционное обучение очень существенно повлияло на их жизнь год они проучили но дистанционные технологии которые потребовали другого уровня самоорганизации там про это буду я больше говорить следующую встречу психо-педагогическая поддержка вот они они говорят мы на работе по-другому начали относиться к работе уже по-другому организовать свою деятельность тогда и говорю ну все-таки что случилось почему вы ушли они говорят у вас слишком жесткая система обучения второе я не привык ну как бы было так что ну это регулярно сработает нужно постоянно регулярно учиться здесь еще зависит какая модель дистанционная во что превращается дистанционное обучение сегодня как право дистанционное обучение это открытая продажа дипломов в одном университете я называть не буду 17 тысяч соочников и когда мы спрашивали как вы проводите экзамен нам говорят на основе тестов говорю а как вы контролируете кто отвечает ну как мы этого не контролируем главное ответили я утром захожу на сайт этого вуза после обеда открываю компьютер мне приходит сообщение если вам нужно выполнить тестовые задания обращайтесь сюда по этому адрес прайс-лист то есть службы быстренько сообразили может быть даже вузовские службы какие и так далее имеют и так далее и тестовые задания то есть на основе этого это просто превращается в открытую продажу диплом тест выполнил получил право перейти к следующему семестру да платить деньги дальше там двигайся вперед а что у тебя происходит с твоей головой с твоим образованием никого не интересует в одном казанском вузе из-за дипломатических отношений буду называть вуз мне руководителем центра дистанционного обучения по совместительству муж и ректора говорит можно учить дистанционно и когда они приезжали сюда с ректором ехали в машине в ресторан ректору наговорили что в вашем университете нет дистанционного обучения что вот у нас кто там есть потом ректор меня вызывает говорит Брэнс Брэнс это у нас есть дистанционно или нет мне кажется есть говорит ну вот гост говорил что дистанционно вы занятия проводите какие там занятия и так далее а он говорил можно учить абсолютно без контактных часов то есть без встречи с преподавателем первое это нарушение армативно-правовой базы так нельзя должны быть контактные часы в какой-то степени вот второе я сказал что я не верю в такое образование если это продажа дипломов то есть ты выполнил и получил дальше доступ да ну тогда это просто продажа дипломов назовите открыто продажа дипломов вот когда к нам приходят учиться мы сразу предупреждаем я про это буду говорить следующая подготовительная программа мы говорим если вы хотите купить диплом идите через дорогу мы дипломы не продаем у нас учиться тяжело но мы никого не обманываем наша совесть чиста если вы хотите получить качественное образование идите к нам но будет тяжело если вы не хотите учиться вас интересует диплом идите через дорогу и так далее там можете при всяком образовании получить диплом то есть сегодня дистанционное обучение очень настораживает, и когда наши студенты задают вопрос, Бронис Броневич, а у нас в дипломе будет написано слово дистанционное обучение? Я не спрашиваю, почему не спрашиваю, я понимаю, что к этому сегодня отношение очень неоднозначное и вполне оправдано. Потому что дистанционное ассоциирование с некачественным образованием. Некачественное образование. Потому что это превращается в открытую продажу диплома. Я хочу сказать, подводя итог этой части, нельзя абсолютно дизировать ни дистанционное, ни традиционное, а нужно оптимально сочетать достоинства традиционной и достоинства дистанционных технологий. Это я еще понял, когда писал диссертацию. Я писал диссертацию в 1991 году про методы активного обучения. Деловые игры, уже цифровые роли, анализ конкретных ситуаций, тренинговые методы, игровое эмоциональное моделирование, вот это здесь сфера и так далее. Было очень интересно, такой подъем и так далее. Я изучал достоинства и недостатки, проводил тренинги, учился эти методы, деловые игры проводил. Я тогда для себя понял, что вот эффективность применения этих методов зависит от педагога. Я не должен абсометизировать, чтобы занять только активные методы. Ничего подобного. Даже человек не может быть столько времени активным. У него энергетики не хватит, и так далее. Должно быть сочетание разных. Кроме того, если пойти глубже, как мозг работает, то после проблемного поискового метода, когда мозг раздразнили и сформировали запрос информации, то даже традиционное изложение информации совершенно по-другому воспринимается, чем не на подготовленный мозг. Когда говорим, слушайте, я вам расскажу. А другое, когда мы с помощью деловой игры там раздразнили, там было очень интересно, я участвовал в многих играх, одна была японская рулетка. Мы играли 4 дня, по 3 сеанса, по часу каждый сеанс. Имитировали торги, и так далее, суррогатый денег, и так далее. У меня не особенно сильно рад это экономическое мышление. Вначале я все проигрывал. Я помню по себе, первый день я иду домой и думаю, может быть завтра не пойти? Что я не так делаю? Почему я проигрываю? Реакция ослаблена, чего-то не так делаю. Я дома сидел, долго рассмышлял, думал, строил модель, как я буду вести следующий день. Следующий день я, как шпион, наблюдал за проведением других. Я уже мозг ждет, а что я не так делаю? Я посмотрел, результаты стали лучше. Третий день я уже наблюдаю за собой другими, еще лучше. На четвертый день я увидел сдвиг. Но это мне столько стоило силы. И столько, но это получилось, что это знание было качественно другое. Потом мы с одним из Одесса приятелем проводили гексакон, экономическую игру по бухучету. Центр банковской технологии в Москве учил подростков. И для подростков учили бухучету. Ну, учили как всегда. Ну, там лекции, там семинары и так далее. Эти подростки, в котором все знают, приятели из Одессы разработали гексакон, деловую игру. И игра длилась четыре дня. И каждый день по три сеанса тоже было. Там имитировалось производство. Там были такие фигурки. Их надо было собирать гексакон разы уровня сложности. Вот. Команда была пять человек. Финансовый директор, там менеджер, руководитель и так далее. Они на складе получали, они получали деньги в кредит. Все в бухгалтерских записывалось под проценты. Дальше они бежали на склад, закупали сырье. Эти фигурки. Дальше они должны в бухгалтерии все вести расчеты, за что купили, сколько, потратили денег. Дальше они произвели продукцию, побежали на магазин продавать. А вдруг там перенасыщение очень выстраивается. Следовательно, цена падает, качество учитывается. И все это моделируется. а в группе в группе должен быть один, который ведет бухгалтерию, другой, который собирает, третий, который шпионит, еще смотрит, а другие, что там производят. Ну вот такая, там 4 дня где-то была вот тоже такая игра, это что-то. Дальше, вот когда прошли этот сеанс, и мозг готов, а где ошибки, почему такой результат, каждый день там подводятся итоги. Говорит, потом мы говорим, ну вы объясните, где наши ошибки. И после этого, если читать лекцию, она совершенно по-другому воспринимается, потому что мозг готов к восприятию. А если эту лекцию читать без подготовки мозга, то она не воспринимается никак. Так вот, смотрите, лекционы, которые мы критикуем, после проблемно-поискового метода в виде деловой игры, будет восприниматься совершенно по-другому. Чем приходим и говорим, я сегодня вам расскажу. Тема такая. Никто ничего не готов прослушивать это формальное знание. Этот пример привел к тому, что аналогично ситуации с дистанционным обучением. Дистанционное может быть качество, если она оптимально использует плюсы других вариантов, в том числе и, может быть, традиционной системы обучения. И, скорее всего, мы можем говорить, профессионализм педагога заключается в чем? заключается в знании плюсов и минусов достоинств и недостатков каждого метода каждой системы и поиска оптимального их сочетания. Вот тогда проявляется профессионализм педагогика, когда минус одного подхода компенсируется достатками другой системы. Поэтому не надо абсолютизировать дистанционное обучение. дистанционное обучение делает переворот в образовании. Делает переворот. Однако надо использовать все лучшее, что накоплено до дистанционного обучения. Хочу сказать, что мировые тенденции такие, что или мы пойдем по этому пути, или мы останемся на обочине. Выбора нет. весь мир идет по этому пути. Я сразу сказал, я не фанатик, я реалист. Но хочу сказать, что весь мир идет в этом направлении. Сегодня мы видим, как за короткое время меняются разные гайджеты, когда новые телефоны меняются. То есть за короткое время в нашей жизни мы видим, как быстро новые технологии входят в нашу жизнь. В том числе в образование. Сегодня вот такие дети лучше начинают разбираться в таких вещах, как мы взрослые. Я наблюдал за семьей профессора МГУ. Поехали в гости. Вот такой ребенок. А он уже с айпедом, уже работает, пока мы там сидим взрослые, торт кушаем, он 4 часа сидит с айпедом. И так далее. К моей знакомой пришла племянница, 4 года, племянная говорит, мама у меня вчера стерла папку. Я не могу фотографии показать, папку стерла мама, то есть на айпеде. Вот такие они. И разрыв между старшим и младшим поколением по этим новым технологиям все сильнее увеличивает. Это вечная проблема сейчас. У нас есть классные профессора, которые не знают, с какой стороны включить компьютер. И студенты, у кого в кармане 5 айфонов, айфон, айпед там куча всяких средств. Им становится смешно смотреть, когда мы все на доске рисуем и ничего нового не используем. Это вчерашний день для них, они другие. И мы отстаем от их развития. И мы уже не становимся авторитетом. В этой ситуации мы не единственные. Они в интернете найдут очень быстро информацию. Если в советское время преподает главный носитель информации, сейчас нет. и чем поддержит, если он будет стремиться к аналогичным технологиям использовать, скорее будет легче разговаривать. Это очень существенный разрыв между старшим и младшим поколением по владению технологией. Что сделали американцы? Вы знаете программу «Вот это курсор». Когда 32 американских вуза объединились и в открытый доступ выложили все свои образовательные ресурсы. Мы трясемся за каждый ресурс. Не дай Бог, кто-то скопирует. Всероссийское общество слепых даже сделало так, что нельзя скопировать ничего с сайтом. Я хочу контакты, как я скопировал там что-то, я не могу. Центр России, Центр Молодежи, я хочу для своих студентов скопировать текст послат объявления, что будет такое мероприятие, я не могу ничего скопировать, а я хочу сделать информационное сообщение для своих студентов инвалидов. Что сделали американцы? Они открытом доступе все выложили, говорят, смотрите, читайте, слушайте, видеокурсы и так далее. Если хотите сдать экзамен, то вы платите какую-то небольшую сумму и можете получить сертификат. Но делая в другом. Буржуи просто так ничего не делают. и вот эти фонды 90-х годов, когда утечка мозгов и это было и так далее, они то вкладывали деньги неспроста. Я за этим наблюдал и где-то участвовал, видел, как это делается. Они просто было выжимание мозгов. То, что могли, переманили в США, в Канаду. были разные фонды, которые предлагали. Я на один тоже с первого сцепился, было интересно, чуть не хотелось уехать, в английский не знал. То, что здесь проводили, фонд Сороса, я в одном проекте участвовал, пригласили Давыда, Ваталу, Лизину, Виноградову, все эти по начальной школе, говорят, представляйте проекты, а мы посмотрим, что будем финансировать. И они выжимали мозги, если давали 100 долларов на поддержку штанов, но зато потом требовали массу. Так вот, через эти открытые курсы идет интеллектуальный по большому счету шпионаж. Ведь выполняя задания можно следить, кто как думает. Можно отслеживать наиболее интеллектуально продвинутых, развитых, там российских граждан. А потом сказать приезжайте учиться в США. Они смотрят, как они работают, как они там есть задания разные, эссе писать, творческие работы. Там могут быть заложены творческие работы, по которым можно диагностировать уровень мышления. А потом можно этих людей переманить. Наше руководство испугалось, что таким образом перехватят зарубеж наших абитуриентов, наше молодое поколение, вполне правда. и в конце 2012 года правительство началось надеть им серьезно думать. Голодец в ноябре 2012 года от Миссии провела совещание по поводу развития электронного образования и дистанционного образования. По решению этого совещания было создано межведомственная группа из пяти министерств. по развитию электронного образования в России. А мы знаем, что в феврале 2012 уже в закон в российский закон об образовании были внесены изменения поправки про дистанционное обучение. Иначе мы почти нелегально работали. Были приказы к Министерству образования, но в законе об образовании вообще ничего этого нет. Так что произошло? Там было поручение создать межведомственную группу. Так получилось, что меня включили в эту группу, из reading тоже включили директора школы. Мы входим от Министерства образования в эту рабочую группу. Министерство связи, Министерство труда, Министерство культуры, Министерство образования, еще какое-то Министерство пять министерств. Сотрудники с разных структур этих ведомств включены в эту группу. Эта группа должна за три года разработать и продвинуть в случае существенно дистанционной технологии. Вот эти изменения в законах образования тоже некоторые результаты этой работы. Сейчас идет речь о том, что 20% где-то программ высшего образования должны быть реализованы на основе дистанционных технологий. Аккредитационные показатели ВУЗа начинают включать показатели развития дистанционных технологий. То есть сейчас активно это развивается и в России. Другое, что мы к этому пока мало готовы. Недостаточно готовы, мягко говоря. Но это уже вопрос жизни, а не вопрос моды. С этим придется нам мириться, деваться некуда, потому что весь мир идет в этом направлении. Мы что, закроемся и скажем, нет, мы самые умные? Правильно? Нет. Нам придется считаться с мировыми тенденциями. И сейчас все ведущие зарубежные ВУЗы, все ведущие, активно развивают дистанционные технологии. Вот. В России это неизбежно. Это придется активно делать и двигать. Но, естественно, что наша готовность к решению ряда проблем очень высокая. У нас очень мало ВУЗов, которые имеют опыт качественного дистанционного образования. Есть ряд ВУЗов, которые имеют опыт продажи диплома с помощью дистанционных технологий. Но серьезность экспериментальных площадок, где проводится осмысленная работа, где проводится исследовательская работа, единиц очень мало. Поэтому тот опыт, который имеется у нас и на уровне как факультета, он непростой. Он очень непростой. Я хочу сказать, что сторонников дистанционного обучения в этом университете единицы. Вот если выйти за деканат нашего факультета, мы там больше не найдем сторонников. Ректор говорит, да-да, но у нас принципика то, что мы учим людей с инвалидностью. А для них дистанционные технологии это один из немногих, мягко говоря, вариантов для получения образования. И мы видим, что дистанционные технологии для них единственное спасение – учиться и приобретать новые смыслы. И они действительно, дистанционные технологии стоит вот ради этой группы людей делать, чтобы им дать новые смыслы в жизни, возможность получать образование. И внедрять дистанционные получается так, что чуть не вовредит своему здоровью, своим силам. Иногда бывает ситуация, когда хочется все закрыть и уйти. Этим не заниматься. Потому что небезопасно даже этим заниматься. Так в чем трудности внедрения дистанционных технологий и так далее? Первая трудность – это разработка качественно нового учебного материала. Дистанционное обучение требует другого типа учебных материалов, если это делать качественно. Это не просто копия бумажного учебника. Если копия бумажного учебника, я говорю, лучше дайте учебник, и пусть студент не портит глаза. Сегодня нередко берут электронную копию книги, выдают студенту, и это, так говорят, электронный учебник. Мы имеем опыт разработки электронных учебников неплохого уровня. В 2003 году мы начали разрабатывать электронные учебники. Был гранд федеральный. Гранд по учуру ДМ. Они нам предложили 50-50. Мы содержание, а не компьютеризация. И тогда я пришел в данный университет как раз под этот проект. Так получилось, что в марте они предложили, я этим вопросом пересался, в Академии Государственной по президенту. Я в этом направлении двигался, у меня был компьютерщик, с которым мне дали компьютерщика. И мы работали в тандеме, и мы делали электронный учебник по педпсихологии. Не очень продвинулись, но кое-что сделали. И в 2003 году нашим университетам дали возможность по психологии делать 10 базовых электронных учебников. И в течение года мы должны были это сделать, и 25 декабря сдать. Представляете? Это вообще не нужно. Это вообще. Сдать надо было, надо было сделать. И надо было 10 преподавателей, которые бы это разрабатывали. Вообще это было экстрим в Кубе. Мы, но благодаря этому, мы научились делать электронные учебники. Я сейчас хочу остановиться на именно учебно-методическом обеспечении, что это такое. То есть для того, чтобы сделать электронные учебники, нужно, чтобы были авторы этих учебников. Авторы, это значит, они должны тексты написать. Но среди преподавателей есть великолепные читатели, но не писатели. Есть великолепные практики, хорошие практики, как правило, они любят писать. У них больше практический класс. А здесь, смотрите, берем какое-то направление по всему специальности, нужно написать 40 учебников. Эти учебники должны писать те преподаватели, которые ведут занятия. Потому что учебники, написанные чужими людьми, не воспринимаются. Психологически идет оторжение. Мне объяснили, чем отличие от американцев и российских граждан. Американин, если хоть 5% подходит, он говорит, ура, великолепно берем, делаем, используем. Российские граждане. 95% подходит, 5% не подходит, говорит, не, мы сами умные, мы сами это сделаем. Вот. Ну, может быть, неправильное сравнение, но кто-то мне так сказал, чем мы отличаемся. Они берут все, что работает. А мы считаем, что мы можем сделать умнее и лучше, и не интересует, что сделали друг друга. Так вот, мы, когда делали учебники, базовая проблема была найти 10 преподавателей, которые бы написали пособие. Пособие надо написать неплохого качества. Потому что, если его собрать, то потом заново собирать практически невозможно. Да, там нельзя что-то поменять, кусок, если мне понравилось, кусок, там надо потом перенабирать все. Или надо сразу все сделать, качественно, чтобы там все уже наложить, всю систему гиперссылок, разные информационно-справочные материалы и так далее. Если текст некачественный, то все это полетит. Использовать тексты других авторов невозможно, потому что издательство предъявит претензии. Даже авторы учебников, которые создавали электронные учебники, не могли полностью использовать свои эти пособия для этого. Они должны минимум 30% были поменять. Мы говорили, идите с издательством поправить, и старцы говорили, нет, мы не согласны. Мы теряем рынок. То есть вы электронные хотите сделать, но нам не будут покупать бумажные учебники. Тогда для соблюдения авторских прав надо было, по крайней мере, хоть 30% менять. И были случаи, вот Абуховой Людмой Филиппиной, по психофизиологии, мы, они меняли часть текста, где-то минимум 30%, обновляли, совершенствовали и делали. Были преподаватели, которые с нуля писали. А были те, которые никогда в жизни не мечтали, что будут писать учебники. И были случаи, когда кто-то движется быстро, а у кого навыков нет, тот медленно, и кто-то собрал реферации, скомпоновал, компиляцию сделал. Не буду думать. Вот. Были такие случаи, когда видео на основе рефератов, компиляцию делали. Тогда антиплагиат не проверяли еще. Вот. Здесь нужна сильная методическая служба. Преподавателям надо учить писать пособия. Учебники. Это не каждому дано. Нужны люди, которые будут редактировать тексты. Нужны люди, которые будут эргономику текста. Люди, которые будут разные компоненты помогать создавать. Нужны люди, которые действительно будут очень серьезно помогать этим людям писать. А такие службы отсутствуют. Дальше. Это значит найти людей, которые способны писать. Второе. Нужно готовить тестовые задания. По каждой теме тестовые задания. С чем мы столкнулись? Ряд преподавателей не умеет этого делать. Проще потом оказалось хорошему методисту взять тексты, пройти по текстам и сделать тестовые задания. Я руку набил в свое время, мне это нравилось. Я делал по общей психологии. Когда руку набил, у меня тоже была некоторая библиотека таких тестовых заданий. Типов тестовых заданий, как и опорных конспектов. И я видел, какой тип заданий там. И что можно сделать, какие тестовые задания на проверку. Ряд преподавателей отказались делать тестовые задания. А как в электронном учебнике без тестовых заданий? Это вообще не воспринимается. Дальше. В электронном учебнике не должно быть слишком много текста. И слишком мало. Как бы должен быть самый какой оптимум материала. Потому что читать текст экрана 400 страниц, как если в бумажном варианте, это практически невозможно. Следовательно, как найти компромисс вот этого объема и качества содержания? Как найти этот оптимум? Здесь нужна очень сильная как бы методическая помощь. Да, надо преподавателям помогать это делать. И мы с этой проблемой столкнулись. Кроме того, если учебник делать для первого курса, одно, для пятого курса, второй, разный уровень сложности текста. Первый может быть больше такой информационно-просветительский, да, должен быть стиль изложения более простой. А уж на пятом курсе больше профессиональный учебник. Но потом оказалось, что на пятом курсе никто не хочет делать. Те, которые на пятом курсе ведут спецкурсы, они, как правило, хорошие практики, но они не писатели. И они не склонны описывать. Это в виде учебных текстов. Вот. Дальше. Тексты должны быть визуальные. То есть мы... То есть вначале, вот, допустим, мы делали текст. Здесь делано неправильно, с эргономической точки зрения. Мы делали, мы собирали текст, а компьютерщики Руден реализовывали. Мы говорили, друзья дорогие, мы делаем одно дело. Давайте встречаться, обсуждать. Какой цвет будет, какая длина строки, как будет восприниматься. Пригласим специалиста по восприятию и так далее. Говорят, нет, мы знаем, как это делать. В результате мы получили текст, вы видите, не так две колонки, чтобы вот так невозможно читать. Представляете, с детства, да, вот, как вести и так далее. Неправильно получилось. Дальше. Значит, у нас работал эргономист. И это специалист из Руден, который брал наши тексты и жестко структурировал. Ну, мы даже, у нас была некая технология отработана. Первая тема. На первой теме мы преподавателю показываем все тонкости, на что обратите внимание. Первая тема такая, учебный вопрос 1.1.1.2. Дальше под вопрос 1.1.1.1.2 до третьего уровня мы шли детализацией. То есть жесткая детализация, вот такая структуризация. Дальше. Каждая тема с деталью должно идти, чтобы не было, там были маркеры, перечисления, чтобы было легко читать. И наш эргономист, просматривая текст, там выделял маркеры, перечисления, говорю, нет, этот абзац очень большой, наверное, надо сделать по-другому. Предложения слишком длинные, нужно сделать их короче. Вообще это отдельное искусство, грамотно писать тексты, чтобы они хорошо читались, легко читались. Я на себе помню, когда я писал дипломную работу, мне я увлекался психологией, у меня первое образование математическое, но преподаватель по педагогике меня увлекла педагогика. Я изучал сплоченность академической группы. И мне интересно, что влияет на сплоченность, и это изучалось на уровне ценностно-смысловой единства, ЦОЯ, КАФСЕНТИ, ШПОЛИНСКИЙ, ШПОЛИНСКИЙ и так далее, российские психологи. Но я писал по-литовски, вот, работал. А я пришлось читать по-русски и переводные на литовском языке. Я умненький, быстренько с этих книг нашел перевод, да, там, взял тексты и дипломы включил. Научный руководитель смотрит, я смотрю, редактирует мой текст. И с одного предложения делать три предложения. Я почему-то думал, молчу, так я ведь списал с перевода. Казалось бы, должно быть правильно, правильно, из перевода с русского на литовский. Вот, а она мне с одного предложения делать три предложения. Потом читаю. Ой, классно, как легко читается. Здесь, когда длинное предложение, пока я дошел до середины, уже забыл, что я здесь был. Да, когда, ну, очень трудно. А когда она мне с одного три сделала, я читаю такие легкие предложения, так легко читается. Я сам удивился, как текст превратился. То есть, если вот, ну, это надо уметь еще это делать, читать, редактировать тексты. Так вот, этих преподавателей надо учить еще это в отдел. Дальше. В тексте мы указываем, какие это персонали. Если мы указываем любой персонали, следовательно, предполагать, что в этом персонале будет информация. Значит, должен быть информационно-справочный блок, где должны быть представлены все персонали. Опять с чем столкнулись? Берем разные словари, разные источники. Они все по-разному представлены. В одном так описано, в другом так описано. То есть, никакой системы нет. Нам на основе этого пришлось разработать структуру представления ученого. Начинали там, там потом где-то будет у нас. Вот, а Давыда-то, да? Вот, там биографические данные, где родился, когда жил. Дальше, где получил какое образование, область научных интересов, область его профессиональных достижений, его публикации, да? Мы сделали не такую структуру. И начали всю информацию структурировать по одной схеме, чтобы не было разнобоя. Вы смотрите, я уже говорю, сколько сложностей возникает. Хорошо, у нас был умный редактор, классный редактор, который помогал, первое, это все тексты выберяются. Если мы соберем текст с ошибками и наложим все, ну, понимаете, что потом мы не можем, как в Орде, редактировать. Это уже хостернал тексты, уже так не редактируется. Следующее, надо все тексты выберить. Нужно, чтобы редактор, проработав, выберил все тексты. Дальше, с редактором мы искали информацию основных ученых, вот, структурировали и представляли. Искали фотографии. Если любая фамилия называется, предполагается, что через киперссылку будет информация. Получилось так, что последних таких нигде мы не находили. Ну, у нас фамилия, а мы не знаем вообще, кто он такой. Вот, дальше, что дальше? Дальше интернет-ресурсы. То есть, студент должен получить дополнительно какую-то справочную информацию. То есть, преподаватель должен рекомендовать, что дополнительно можно посмотреть. Ну, допустим, я помню, я делал по психологии учебник. У меня первая тема была там предмет задачи проблемы педагогической психологии. Проблемы педагогической психологии. Я, посмотрев, проблему вспомнил, что в ПИРАО есть лаборатории. Там психология, педагогическая деятельность, психология, учения, психология, диагностики и так далее. Которые разные проблемы изучают. И я тогда сообразил, а, вот рассматривая эту проблему, мне надо ссылку сделать на это, на ПИРАО, на лабораторию. Там Дубровиной, других ученых и так далее. То есть, там нужно посмотреть, где целесообразно, какие дополнительные интернет-ресурсы. И оказалось, эта задача тоже непростая. Оказалось, что не все преподаватели очень хорошо дружат с интернетом и знают, где что искать. Ну, а какой электронный учебник, если не дает ссылок на дополнительный ресурс? Оказалось, проще посадить методиста. За день он не найдет много ссылок. Ну, у нас было по математам психологии. Вот мы делали учебник. А преподаватель, ну, хороший преподаватель, великолепный. Но не работает в интернете. Он не любит интернет. И он с этим не дружит. А нужно, чтобы были ссылки. Что делать? Тогда садимся сами, выискивая. Вот. Или мы тогда уже поняли одно, однозначно одно. Что можешь сделать сам, делай сам. Не обращайся к преподавателю. Минимизируй обращение с преподавателем. Иначе ты застрянешь на десятилетии. Точно. И мы как бы сделали так, что максимум, что от нас зависело, мы делали сам. Дальше. Если преподаватель, да, продвинулся, говорит, я у меня есть, а ради Бога. А если нет, мы уже не могли заставлять преподавателя. Мы сами лезли в интернет, искали, дальше говорили, уважаемый преподаватель. Мы нашли, посмотрите. Не возражаете ли. Как персонали делали сами. Потом говорили, посмотрите, может быть, вы хотите что-то добавить. Как вот интернет-ресурсы. То есть вся система гиперс... То есть система прощения. Дальше. Визуальный ряд. То есть как текст сжат. Мне очень понравилась идея в открытом университете Нидерландов. Я про это вообще не думал вообще. У них целая лаборатория тоже есть, которая изучает когнитивную сложность текстов, учебных текстов. Когнитивная сложность. Мы то думаем, чем больше рисунков, тем лучше. Ничего подобного. То есть оптимум должен быть и рисуночного, и логического представления и так далее. И они научно изучали именно степень когнитивной сложности с помощью визуализации. Это тоже очень интересно, но этим надо заниматься. Допустим, хорошо, какой тип рисунка использовать и как его потом здесь представить? Как его писать? Если мы, допустим, делаем рисунок по процессу, это будет один стиль рисунка. Если мы классификацию, один тип рисунка. Если там, допустим, исторические события, но в свое время я этим увлекался, и когда я делал по общей психологии схемы, я про это очень серьезно думал. Как с помощью рисунка отразить процесс, отразить состояние, отразить классификацию и так далее. Я для себя формировал некоторую библиотеку таких вещей, и как только я находил, то в тексте мне надо было использовать, а это этапы чего-то. Этапы я делал по одной схеме, и как бы, чтобы уже посмотрев на этот рисунок, человек понимал, что это этапы. Ну, на классификацию мы очень легко видим, да, что это классификационная схема, ну и так далее. Для меня была некогда библиотека таких стилей. Вот, то есть здесь тоже, как сделать, как какой рисунок использовать, как закодировать информацию, чтобы визуально правильно отразить. Это не просто рисунок ради рисунка. Вот, это тоже никто никогда никого не учит. Это нужно самим развиваться и учить педагога. Потом, сколько этот рисунок описывать и как его описывать. Если таблица, даже таблицу как-то описывать. Не каждому дано способность описывать. Этому тоже надо иметь очень сильный, я этому хочу показать, очень сильную методическую службу, которая будет решать эти задачи, консультировать преподавателя. У преподавателя в голове может быть очень интересное содержание, но надо помочь оттуда вытащить и его оформить. Надеяться, что он сам это сможет, это дело безнадежное. Единицы есть, которые это смогут. Но большинство сами не смогут делать качество. И когда говорят преподавателям, вы разработаете электронный учебник, никогда так не получится. Нужна очень серьезная консультативная методическая техническая служба. И вот эти даже, у меня был случай, когда один профессор, не буду называть фамилию, он сказал, нет, я этого не люблю, это логический склад ума. А у гуманитариев все такое расплывчатое. Они не любят четкости. Им чем больше расплывчатое, тем лучше, тем труднее поймать, где врет, а где нет. А по логике все жестко, критериально мышление. И гуманитарий не очень любит. И мне один психолог, доктор наук, говорит, Бронис, я не буду делать. Садили специалиста, который это делал. Потому что просто текст, голый текст никому не нужен. Нам хочется сделать качественно, а преподаватель сопроверяется, говорит, я не могу. Или он сделает, либо как. А либо как нам неинтересно, если качественно делать. Итак, мы это сделали так. Учебники. Мы хотели представить учебники по-другому. То есть не просто там название. Отсканировать обложку, дату, аннотацию из книги, которая дается. Введение, которое в книге указывается, тоже сканировать. Содержание, то есть дата, оглавление. И также об авторе дать информацию. То есть это тоже, чтобы готовить, это нужна техническая служба, кто этим будет заниматься. Правильно? Но это очень хорошая идея. Правильно? Студент нажал, там посмотрел оглавление. Он сразу видит, о чем эта книга. Посмотрел, кто автор этой книги, а что он там и тому подобное. То есть это вот по литературе. Дальше. Про персонали сказал. Дальше. После каждой темы. Тема должна быть очень четко структурирована. Тема должна быть очень логически связана. Должно быть оптимальное количество содержания. После каждой темы должно быть резюме. Итого. В начале каждой темы еще писали цели, задачи изучения темы. Умения, навыки. Знания, умения, навыки. То есть перед каждой темой мы еще эти компоненты прописывали. Вот. После каждой темы мы слова, терминов, понятий делали. Все персонали перечисляли, которые упоминали цветы тексты. Потом они все в общую копилку шли. Христоматийные материалы по этой теме. То есть в тексте были христоматии. То есть не надо идти в библиотеку выискивать. Естественно, мы сразу вот это. Там возникала проблема по авторским правам. По христоматии. Но в данном случае мы очень легко решили. Сказали заказ министерства, все претензии министерства. У нас ДС это есть. Правильно? Мы должны это сделать? Должны. Это министерский приказ. По гранту. Поэтому, если вы хотите, идите разбираться. Хотя нам говорили, вы найдите этих авторов. Если от смерти прошло 40 лет, то там уже есть возможность. Вот. Допишите соглашение, что они там наследники не возражают. Это вот катавасы. Дальше. Хорошо. У нас есть христоматин, и нужно все это подготовить. Что бы мы делали? У нас была техническая служба. Один сканирует. Другой уверяет все. Сверяет с оригиналом. Редактор смотрит все правильно, все еще оформления. Все сноски и так далее. То есть рисунки. А если рисунки? Или рисунки нужно перерисовывать, если они там некачественные. Или надо сканировать отдельно, вставлять текст, чтобы они были качественными. Вот чтобы сделать грамотно христоматин, сколько возник. Вот. Дальше. У нас после христоматии идут вопросы для самопроверки. Дальше. Список ученики литературы. Литературу видели, как мы представляли. Сканировали обложки. Дальше. Рефераты. Темы рефератов. Примерный перечень вопросов к зачету. И мультимедийные материалы, которые вставляются. В интернет-версию они все убираются. А на диске DVD, да, они включаются. Вы смотрите. По каждой теме преподаватель должен не только текст написать. Но еще все это продумано. Да. Все эти структурно-логические связи. Это очень объемная работа. Когда мы выполняли это задание, преподаватели еще... У них никто не снимал прежнюю работу. Надо было нагрузку выполнять. И к этой нагрузке еще выполнять это. Вы скажите, каждый нормальный человек будет все это делать? Нет. Только ненормальный. А надо найти ненормальных 40 человек. Надо покрыть все предметы. Вот вы смотрите. Мы ввязываемся это... Я не к тому месту сразу сказал, что дистанционно оно очень важно. Но насколько оно непростое. И когда деканы дневного отделения книжки скупили, наняли преподавать, даже смотрят, сидят кофе и пьют, и студенты их не видят, да? Ну, их... Они дали книжку, раздали и все. А мы не можем книжку дать? У нас должна быть электронная версия. Кроме того, мы когда сделали 10 учебников, а нам надо 40 учебников, еще 30 учебников. Я ведь студентам что не скажу? Берите книжку вместо этого по этому предмету. Они скажут, дистанционный вариант, дайте электронную версию. А у меня нет писателя. А у меня нет денег на это. А у меня нет службы. А это все службы надо еще содержать. Правильно? А гранты кончились, а дальше на полпути не остановишься. Да? Вот вы сделали 15. И что? Скажем, эти мы что? Закончим дальше? Нет. Надо дальше делать. А никого не волнует, как вы это будете делать. То есть я не к тому, чтобы отговаривать, да, что этого нет, не надо делать. Когда ко мне пришел декан с факультета ГМО, Игорь Борисович, мы бы хотели дистанционный вариант на свою специальность. Я ей ответил. Марина Геннадьевна. Великолепно. Но сперва давайте я вам день-два расскажу. Дальше вы принимаете решение. Вы готовы к этому бессонным ночам? Вы готовы выкручиваться, как вы будете платить преподавателям? Они спросят. Да? А вы из каких денег? Ну хорошо, вам там дадут на 2-3 разработки деньги, а дальше 30, 3 или 307. Вы как будете разрабатывать? Вы что студентам скажете, берите бумажный вариант? Нет. Вы ведь головную боль себе обеспечили на всю оставшуюся жизнь. Начинав это. Если у вас нет поддержки, если это нет финансовой поддержки, если нет общей политики, что весь университет работает, что университет ищет ресурсы на это, что университет поддерживает эти инновации правильно, то лучше в это, по большому счету, не ввязываться. Нам так получилось, что мы имели возможность довершить очень сложными путями почти все, но мы не все сделали. У нас нет качественных электронных учебников в последних год обучения. Те, которые идут как специализация, раньше была, там нет вот этих текстов хороших, как вот мы сделали по базовым, общепрофессиональной дисциплине. Эти мы сделали. А вот другие, там уже дальше по специализации, условно, пока в ряд направлений, мы не сделали, как нам хотелось бы. Вот. И по большому счету, никого не волнует, какой ценой мы это делали. Сам вязался, сам дурак. Вот. Но когда были сделаны эти тексты, вот смотрите, если грамотно подходить, мы издали 4 комплекта по 4 предметам. То есть мы издали учебное пособие, мы сделали классный формат. Дальше хрестоматию издали, сборник задач и упражнений издали, потому что система интерактивных заданий, которые нужны. И мы создали программу плюс слова. То есть вот такой комплект. И мы сделали по 4 предметам. Дальше уже, даже может быть, 5 предметов. Вот. Можно было и по всем оставшимся это сделать. Это были бы издания, мы прошли гриф умов, психологию МГУ получили. Действительно, это была такая серьезная работа. Если это было бы нормальная поддержка, руководство и желание это повышать качество образования, то то, что сделано на основе электронных учебников, их можно превращать в бумажные варианты и сделать очень качественные учебники. Вот. Кроме того, надо понимать, в развитии остановок не бывает. Вот здесь мы вошли, все, мы должны дальше двигаться. Мы постоянно должны быть в интеллектуальном напряжении. Это вот, особенно это будет касаться еще технологии обучения. Технологии постоянно развиваются. И мы не можем остановиться на скайпе. Скайп хорошо для определенного, это классно, но один на один. Да, там, или маленькая группа. Ну, дальше нужно новые. Новые там гайджеты, новые варианты и так далее, потому что техника развивается. И мы с одним скайпом не можем сидеть. Значит, мы постоянно должны следить за новыми, внедрять, адаптировать, адаптировать, студентов приучать. Мы, допустим, вот проблема. Мы сделали свой аккаунт на Gmail, да, там, Google, вот эти, и великолепно этим пользуемся. Сейчас вообще не представляю жизни без этих функциональных возможностей, которые открываются. И формы, и таблицы, и для опроса сделал, и послал сразу обратно, и раз по учению регистрацию завел, и себе там, что вы, вот эти по группам всех распределил. Ну, вообще, да, вот это мы сделали. Но мы завели почтовые ящики для каждого студента. Семен, мой сотрудник, хотел их заставить, чтобы все перешли на почтовые эти ящики. Вы знаете как? Я не рискнул. Я говорю, что не факт, что они придут. Я сам не перешел на это. На свой вот деканский аккаунт, потому что мне нужно все переносить туда, всю свою базу, да, вот, там и там начинать работать. Плюс я студенту пошлю, а студент привык к прежнему адресу. Может быть, там и не будет смотреть. Если вот одна студентка говорит. Просьба мне, что в воскресенье там была эта конференция, я вам послала письмо, очень интересное предложение. Я говорю, я не получил. Она говорит, ну я послала. Говорю, и по какому адресу? Она послала по аккаунту факультетскому, которым я не пользуюсь. Вот. Иногда захожу там в месяц один раз. И так далее. А я представляю студента, я начну посылать туда информацию, правильно? Я что захочу заставить их перейти со своего личного, другого там аккаунта на факультетский аккаунт, который создан факультетом. Это нереально. Вот. То есть не так просто. Окей. Мы когда сделали электронные учебники, мы научились это делать. Дальше была проблема с системой интерактивных заданий. То есть по каждой теме сделать. Я сразу хочу сказать, мы не признаем тестирование в дистанционном форме как итоговое. Тесты хорошо для промежуточной, для самотренировки, самопроверки и так далее. Но на основе тестов мы не ставим ни экзаменов, ни зачетов. Потому что кто выполняет, начинают гулять тесты, они скриншоты делают, прежние поколения передают и так далее. Для самопроверки, для промежуточной контроля теста мы применяем. Но мы начали делать выбор одного из, это самый простой, он полезен, но явно недостаточный. Мы научились делать 15 типов заданий. 15 где-то. Было там выбор одного из, несколько из, дальше на соответствие понятия, определения, ученые, их труды, портреты, их фамилии, аналогическую связь. Берем логическую связь, убираем отдельные элементы. Нужно поставить перетаскиванием, или основанием мы поменяли, и так далее. Когда есть только аналогическую, очень удобно на самом деле их что-то делать. Там последовательно события, и так далее. То есть, по большому счету, где-то у нас получилось 15 типов. Наш коллега сюда, нас этому учил, помогал, и мы сделали 15 типов. Мы потом запрограммировали эти задания, но в качестве тренировочной. Это тоже отдельная песня про все это, как это делать, и что это представляет из себя. Когда мы это сделали, я даже сейчас часто задумывался, а вообще нужно ли было это делать? А насколько студенты это использовали? Сейчас бы нужно апгрейд делать. Кто-то из жизни ушел. Где-то устарела уже информация, хотя бы в психологии не так быстро, а в экономике вообще не предстоялись. Сделать хороший учебник, а через 3-4 года многое что изменилось, и уже устарела информация. Сейчас, чтобы делать облить в наших учебниках, ни денег нет, ни людей нет. Сейчас все это выверят, все персоналии. Я спрашиваю, а вообще-то ли окупится все это делать? То есть, если разрабатывать инстанционное обучение, первоначально нужны большие затраты, чтобы все это сделать. Я еще не изучал, но мне руки чешутся, поизучат, насколько студенты это грамотно еще используют. Сперва была, знаете, какая волна сделать электронный учебник. И деньги выделялись, и про это говорили, и так далее. Ну, сделали. А дальше что с этими учебниками? А как они их используют? А используют ли их как вот эффективно эти учащиеся, в нашем случае студенты? Они ходят ли по этим линкам всем, да, персоналии? Вот как бы мне хочется потом с кем-то из наших студентов пообсуждать, действительно, сколько они используют. И нужно ли вкладывать столько денег и сил для того, чтобы вот это со всеми это разрабатывать? Насколько это эффективно? Тогда был даже вопрос моды, когда мы разрабатывали. А вот сейчас я задумываюсь, а нужно ли было столько вкладывать средств для того, чтобы это делать? Апгрейд делать практически невозможно, нужно заново перенабирать дело, да, это колоссальные затраты. Вот. И насколько студенты это используют? Как мы предполагали, систему, гиперссылок, интернет-ресурсы уже могли устареть. Вот. Уже не открываются, да, там, ну и так далее. Когда мы это сделали, мы поняли, что это явно недостаточно, и мы пошли разрабатывать электронные учебники. Не электронные, видеокурсы. У нас есть своя специфика, это то, что мы учим людей с инвалидностью. И наша модель, которую мы сделали, она в немалой степени обусловлена именно студентами с ОВСД. Это хорошо или плохо? Скорее скажу, что это хорошо. Вообще, многие инновации в образование пришли из коррекционной педагогики и психологии. Вальдорфская педагогика, Монтессори система, правильно, они сперва работали с проблемными детьми, а потом задумывались, если эти методы такие эффективны с проблемными, то почему их не применить на тех, у кого нет таких проблем. И это давало колоссальный результат. Когда мы учим студентов с проблемами здоровья, то всегда не требует более внимательного отношения к ним и к процессу, что мы с ними делаем. И они заставляют нас по-другому что-то делать. Если у меня были коммерческие студенты, я бы думал, ну, не делать, он лентяй, ну, это плевать, и так далее. Ну, я пройду мимо, сделать вид, что не заметил его замечания. Но когда у меня это незрячий или инвалид колясочник говорит, а мне это плохо, мне не хватает и так далее, я не могу это делать. И мы очень много делали именно за счет того, что нам обращали внимание наши студенты с инвалидностью. И наша система в этом плане более в этом плане она может быть для коммерческих студентов, может быть, если грамотно использовать ими пользоваться для студентов, может дать хороший результат. Вот лекция. Нам студенты с инвалидностью говорят, мы не можем приезжать в университет. Ну, дайте видеокурсы и лекции. Даже когда мы были вынуждены вычитывать какие-то лекции, они говорили, запишите и дайте нам, ну, я не могу приезжать. Вот. И мы тогда начали думать, что да, надо видеокурсы. Были сторонники, были противники. Ряд преподавателей вообще отказывали. Они говорили в следующие слова. Мы вам сейчас запишем, вы нам 5 рублей больше заплатите, а потом вы откажетесь от нас. Ну, у вас есть видеокурс, зачем я нужен вам? Какой смысл мне вам записывать? Другой вариант, который они не говорили, но подозревать можно было. А как посмотрят коллеги из психологии МГУ? Они увидят мой видеокурс, скажут, да, а мало что там ты наговорил, да. Вот, я помню по себе, я начитывал курс по экспериментальной психологии. А на психологии МГУ есть Корнилова, который ведущий, есть ее учебники, да, я думал, ну, если попадет в ее руки, да, как она там бассейнит и так далее. Ну, думаю, ну, пусть смотрит, пусть делает лучше. Вот, раз такая умная, пусть сама сделает. Правильно? Вот. Но многие преподаватели волноваются, особенно общей психологии. По общей психологии никто из нас не пошел. Ни учебник делают, ни видеокурс делают. Но хорошо было с психфаком МГУ, видеокурс мы купили и так решили задачу. Мы начали делать видеокурс. Полтора года сопротивлялись. Когда я говорил, вы знаете, ну, люди с инвалидностью. Думаю, может быть, слеза потечет. У ведущего специалиста по психологии личности слеза не потекла. И она сказала, нет, я не буду. Вот. То есть, даже из этих соображений, отказать. В результате нам удалось сделать, видеокурс и лекции, мы скоро сделаем маленький перерыв. Вот. Что он включает? Видеокурс и лекции это не просто говорящая голова. Мы снимали сперва, второй, высшая, когда училась, да, там снимали 12 часов лекции, да, потом уже кто-то говорит, нет, посмотрела нас, Елена Юрьевна, опять же, и говорит, я плохо выгляжу. Нет, давайте перепишем. Вот. Ну и так далее. Мы тогда делали, здесь тоже очень отдельная песня про все это, я вам очень коротко скажу. Очень многое зависит от подготовки к мероприятию. Мы поняли, что просто так записывать нет особого смысла. Это неплохо, но недостаточно. Видеолекцию нужно делать монтаж. Надо наложить титры, какой вопрос, тема, усердный вопрос, какой может быть этот обсуждается. Если формулу, надо формулу туда вставить, правильно? Дальше, портрет. Говори, какому ученому. А, вот здесь портрет. Надо переключить внимание студента. Дальше, допустим, про книгу, ссылка на книгу, книгу представить, обложку книгу и так далее. То есть, надо все продумать. Следовательно, мы начали обучать преподавать и проводить индивидуальную консультацию. Говорит, уважаемые преподатели, вы должны написать сценарий в своей лекции. По сценарию вы должны увидеть, где что вставить. Вы будете говорить про ученого, здесь понимаете, должны быть и портреты ученого. Здесь ссылка на книгу, здесь книжку обложке. Ведь не должно быть, вы должны как-то думать о том, чтобы управлять вниманием студента. Правильно? Вы обсуждаете тезис перед глазами, визуально этот тезис должен быть фиксирует. Вопрос такой, вы обсуждаете, значит, название учебного вопроса должно быть. На слух только воспринимать, да, трудно. Значит, вы должны визуальными средствами фиксировать внимание студента. Кроме того, эта структура еще должна быть в ордовском варианте, чтобы я распечатал и вижу, себе делаю пометки, да, вот по структуре, слушаю и так далее. Кроме того, еще понадобится, чтобы указать, где там на пятой минуте начинается такая тема, а на тридцать пятой минуте начинается такая тема, чтобы студент мог передвигаться. А по большому счету, там гиперссылки будет сделать в видеоформате неплохо, для облегчения перехода. Хорошо, у нас на факультете есть фанатики этого дела сотрудница Аня Воробьева, которая, как и мы видим, проходит очень профессионально, и она как бы это вникла и делала очень качественно. Но с преподавателем, что получается? Мы делаем запись, дальше надо монтаж, надо представить все эти материалы, рисунки и так далее. Надо что-то самим нарисовать красивые рисунки, чтобы туда встали. Надо обложки книг отканировать, это должны мы сделали. Преподаватель вряд ли будет что-то делать. Вот, дальше, делаем монтаж. Монтаж сделали, преподавателю говорим, посмотрите, а это 12-14 часов. Не просто поглотите, но вы посмотрите, что хотите вырезать, что хотите. Сперва должен посмотреть, чтобы сказать, вот на этой минуте вставка портрета, на этой минуте вставка и так далее, видеомонтажный лист был, так называемый. И он говорит, где что нужно вставить. Надо потом все это подобрать, подготовить материал, потом сотрудник делать видеомонтаж, все это вставляет, потом говорит, уважаемые преподаватели, вот мы сделали, сейчас вы просмотрите, правильно ли вырезали, может быть там где-то он хочет говорить, а где-то оговорка, где-то это не неплохо, где-то уберите, и так далее. Дальше, среди этим видеомонтажным листом должен просмотреть и сделать пометки, здесь плюс нормально, здесь нет, здесь лучше это, и так далее. Дальше, опять видеомонтаж. Мы эти диски, выносные, покупали, как картошку, потому что нужно был объем, там, пока не жатом, видите, огромный, да, ну сколько нужно было этих дисков, потому что промежуточные версии сохраняли, потом мы хотели оставить, а вдруг через год понадобится перемонтаж, да, там что-то, значит, мы должны сохранить вот этот нежатый вариант для дальнейшей работы, и мы этих дисков куча, некоторые начали выходить из строя, вот, ну и так далее. Ну, потом преподаватель смотрит, говорит, здесь не так, еще раз видеомонтаж, еще раз просмотр, видите, сколько времени, вот, чтобы сделать вот такую работу в виде лекции. Мы это почти по всем дисциплинам сделаем, и мы очень этому рады, потому что это очень хорошо. Мы студентам даем все учебные материалы, комплект дисков, ничего скачивать не надо. То есть, они получают на все месты электронные учебники, видеокурсы, там, хрестоматии, дополнительные материалы на 9 дисках конверсий. Ну, представьте, такой объем, никуда в интернет, какой смысл в интернет, плюс студенты начнут говорить, а я не скачал, плюс, сколько трафик займет, и так далее. Мы на 9 диске делаем. По видеокурсу мы говорим, уважаемые студенты, вот, вы даже на пятерку сдадите предмет. Вот, посмотрите, через полгода этот видеокурс. Вам это столько будет полезных вещей, которых вы раньше не обращали внимания. Не от того, чтобы были лентяи. Но вы не могли понять, потому что нужна была еще дополнительная информация, но сразу вы не могли ее получить. Вы могли ее получить через полгода. В другом предмете, или прослушав этот видеокурс. Этот материал вам понадобится, как бы, вот этот видеокурс через какое-то время. Дальше. Кому-то кто-то жаван, а кто-то сован. Может быть, мне удобно это смотреть рано утром. А другой до пяти утра может смотреть. Ведь в традиционной системе мы что делаем? Мы заставляем студента прийти, когда нам удобно. А не когда удобно студенту. Студент, если сова, в десять утра он спит на дневном отделении. Но зато до пяти утра он может активничать и решать очень продуктивную задачу. Вот. Ему неудобно в десять утра приходить. Вот. И так далее. То есть наша система больше построена так, чтобы это как нам удобно, а не удобно человеку. Если в центре внимания студент, следом мы должны все делать, чтобы ему было удобно. Студенты второго высшего уложили там детей, да, там, сели, включили. И могут смотреть. Смотрят видеозапись, понимают, что если я не понял, ничего страшного, я вернусь завтра, я там обратно вернусь. Правильно? Если на лекцию не пришел, пропустил, уже не вернешь лекцию. Если не понял, уже не спросишь. А когда у тебя видео, при повторном просмотре, ты можешь понять, а где у тебя белое пробелы, а где у тебя непонятно что-то. Вот. То есть видеокурс оказался очень эффективным. Другое, что нам еще не хватает опыта прописывания методик, как это использовать электронный учебник, видеокурс, как учитывать индивидуальные особенности человека, кто-то визуальщик, кто-то аудиальщик, кто-то кинестетик, какие системы материалов, подходы к работе, разные типы когнитивного стиля у студентов. Кто-то может параллельно изучать 10 предметов, грубо говоря, а кто-то последовательно. Один пока не изучил, не приступает ко второму. Он на первом застрял и утонул. Правильно, до второго и не дошло. Потом мы его отчисляем. Потому что у него такой стиль работы. Он по-другому не умеет. Он не умеет переключаться. У меня приятель, как директор аудиторской компании, я просто следил, как он работает. У него так. Пока эту задачу не решил, к новой задачи не переходит. Но иногда он очень долго застревал на одной задаче. Он терял клиентуру по второму уже. И так далее. Он не умел одновременно вести 5 дел. Нам, как руководителям, сейчас приходится одновременно совмещать 10 дел. И мы это, 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 здесь забежал, что-то сделал, здесь сделал, здесь оставил, потом вернулся, и так далее. Так и в учебном процессе бывает, что нужно там 3-4-5 предметов, где за основу заложу, оставил, здесь делаю, здесь, да, то есть разные стили. И как вот это разные стили, про это я буду больше говорить в следующий раз, как психо-педагогический аспект дистанционного обучения, учет индивидуальных особенностей, вот, учет когнитивных стилей у студентов, учет у них скоростных характеристик, очень вот это 3-4 стиль, вот это как не потерять студента, ведь не все лентяги, есть студенты, которые хотят учить, но им чего-то не хватает, иногда просто человеческой поддержки, помощи, даже в одно время с одним студентом у меня была такая ситуация, в субботу и воскресенье мы в чатербу, ему трудно было сконцентрироваться, это уже взрослый человек, но у него практический склад ума, а ему надо решать отславивательский материал, ему очень трудно было переключиться с практического склада ума на это, на учебное дело, я ему говорил, давайте делаем так, я все равно сижу за компьютером, работаю, давайте в скайпе, так, делаем это, пока так, вы за часа решаете эту задачу, да, обсуждаем, что вы сделали, дальше, по этому предмету вы делаете то-то и то-то, то есть надо было учить его организовать, я потом даже думал, может быть, нужно, вот в начале, когда они приходят учиться, но про это я буду много говорить, в следующий раз, потому что есть очень много таких опасностей, очень интересных поворотов, это очень интересные нюансы обучения взрослых людей, психология взрослого, это не психология студента 18+, это антрагогическая модель уже обучения, мы про это очень мало чего знаем, и мало от этого мы обращаем внимание, психология взрослого человека, это совершенно другая ситуация, это совершенно другой тип отношений, вообще в дистанционном обучении, особенно при взрослых людях, нельзя административно, командном тоне, вообще работа с разговариваниями, к сожалению, у нас сплошь и рядом административно-командный а это вообще противоречит духу дистанционного обучения, есть зарубежные теории, концепции по поводу дистанционного обучения в плане нежличностных отношений и типоотношений, как раз, это очень интересно, но, к сожалению, мы сталкиваемся на факультете жестко-административно-командности, а это вообще непременно, взрослых людей надо поддерживать. И про следующий раз я буду в таких тонкостях некоторых говорить из психологии взрослых людей и тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Сегодня наши менеджеры, привыкшие к командованию, не умеют работать в дистанционном формате. Вот эта психолокопедагогическая поддержка очень много значит, очень много в наших отношениях определяет именно отношения. Если отношения пренебрежения, унижения, командования, то это убивает любое ожидание учиться. Если это по отношению поддержки, помощи, что человек чувствует поддержку, он совершенно по-другому реагирует, он подтягивается и двигается вперед. Много таких нюансов, которые я наблюдаю, за которыми думаю, и в зарубежных есть тоже кое-что делать. Вот это мы сделали курсы в виде лекции, потом даже сделали видеопособие. Сейчас там Коркина из Канады ничего не пишет. Есть там, потому что мы говорили, что с ней мы сделаем маленький телемост еще по канадской системе подготовки дистанционного повышения комфикации. Она только что закончила дистанционные курсы для учителей в Канаде. В Канаде сейчас все учителя должны в обязательном порядке пройти дистанционную программу повышения комфикации, дистанционное обучение. Обязательно. Она сейчас завершила такое обучение. Я ее просил, чтобы она рассказала, как строится дистанционное в Канаде. Мы договорились, что через скайп мы попробуем. Давайте сделаем 5-6 минут, пока я попробую проверить. Хорошо? Если удастся, мы с ней через скайп сделаем такую связь, и тогда дальше еще продолжим. Сегодня я хотел больше вот эту методическую часть, а следующий вторник это больше психо-капитагогические аспекты, сопровождение и так далее эти затаки. Хорошо, давайте мы тогда 5 минут сделаем перерыв и